Итак, всем здорова! Сегодня у нас обзор спустя год использования. И тут у нас саундбар. Саундбар от фирмы Samsung. И его модель HW-T550. Так, не знаю, вот вам будет видно или нет. Тут вот его все модификации написаны, все технические характеристики. То есть Samsung HW-T150. Вышел он в 2020 году. И в свое время он стоил порядка 200 долларов. То есть я его покупал за 200 долларов. Сейчас, возможно, его можно найти долларов за 150. И сейчас сделаем быстрый обзор, насколько данное устройство от Samsung актуально в 2022 году. Насколько его нужное стоит или не стоит покупать. И насколько хватает мне его в использовании. То есть пользуюсь я с телевизором LG. Smart на 65 дюймов. И пользуюсь всеми функциями. То есть Dolby DTS Sound, DTS Virtual X. Подключенный через кабель. Вот есть через вот такой кабель HDMI. Самый обычный. То есть здесь и в телевизоре, и в саундбаре поддерживается HDMI out. А ARC. Вот не знаю, будет видно или нет. Вот здесь написано. Вообще здесь у нас два HDMI имеется. Так, вот так вот. Два HDMI, USB. Для, можно подключить USB-шку, просто как флешку использовать. Или заряжать. Даже можно отсюда что-то. Написано 5 вольт, 5 ампер. Вот так вот. А, 0,5 ампера. Пол ампера. Есть оптический кабель. И вот это у нас идет кабель питания. Вот так он выглядит. Самый обычный. Там идет блочок. То есть такой конвертер. Вот так он выглядит. И все это вставляется в две вилки. Одна вилка от непосредственно сабвуфера. Вот так он выглядит сабвуфер сзади. Сабвуфер у нас, насколько я помню, модель PSWR55D. И здесь у нас... Так, что у нас здесь? Питание 28 Вт. Но, насколько я помню, они говорят, что здесь 160 Вт идет сабвуфер. Нет, 200 Вт идет сабвуфер. И 160 Вт идет непосредственно сам саундбар. То есть высокий. Здесь у нас есть одна кнопка. ID Reset. Link Standby. Ну давайте мы сейчас вставим сразу в две розетки. Вот, как мы видим, загорается сразу лампочка. Она начнет мигать. И потом она просто загорается, что она подключена к саундбару. Включаем также саундбар. Здесь у нас есть сразу такой дисплейчик небольшой. Вот в такой диагонали здесь, как правило, три буквы влазят. Ну, можно чуть больше, в принципе, если шрифт уменьшить. Все. Как мы видим, здесь загорела синяя лампочка. Link. И вот такой у нас сабвуфер. В целом здесь больше ничего нету. Дерево. Спереди вот такого вида он имеет. Конечно же, снизу шильдик Samsung. Вот будет видно. Так, это все про сабвуфер. Его мы чуть отставим. Так, этот кабель HDMI пока уберем. И про наш сам саундбар. Что у нас здесь? Здесь у нас... Так, сейчас мы попробуем на свету посмотреть. Я вижу раз, два, три динамика. Да, всего шесть динамиков. По три с каждой стороны. Здесь есть экранчик. Сверху кнопки. Так, вот мы видим регулировка громкости. Кнопка включения-выключения. И кнопка переключения режимов. То есть, какие есть режимы? HDMI, Bluetooth, USB. И это, наверное, оптический. Все. То есть, четыре режима. Bluetooth, USB, оптический, HDMI. Давайте начнем проверку с... Вот тебе написано. Также здесь есть пульт, про который я практически забыл. Вот так вот выглядит пульт. Вот такой небольшой, маленький, компактный пультик. Здесь есть громкость вниз-вверх. Есть сабвуфера, как усиление вниз-вверх. Также есть управление play-pause. Есть подключение по Bluetooth-у кнопка. Есть кнопка выключения. Кнопка изменения режимов. Вправо-влево-вверх-вниз. Это для управления, так понимаю. Настройки. Sound mode. Также этот саундбар я прошивал. Это я не хочу показывать, эту инструкцию. Но в целом там все просто. Надо на USB скинуть прошивку, подключить к саундбару. И пойдет прошивка. То есть, немножко улучшились его характеристики. Это музыка, коннект Bluetooth. А так ничего существенного. Так, переворачиваю саундбар, чтобы вам было видно. Так, sound mode. Смотрим. Так, что-то не очень видно. Not available. В этом режиме sound mode not available. Настройки. Тоже not available. Давайте переключим на другой режим. Bluetooth. Sound mode DTS. Так, surround. Surround sound. Game. Smart. И DTS. Virtual surround. Ну, то есть, это самый интересный режим. Так, это у нас режим без звука. Mute пишет. Так же громкость. Вот мы меняем. Так, надо Mute выключить. Вот меняем громкость. Рычажком. И сабвуфер. То есть, вот есть 0, плюс 1, плюс 2. Давайте плюс 2 сделаем сабвуфер. Настройки. Так, treble, бас. Аудио. Система. И все то же самое. То есть, ничего интересного. Выключаем. Также, при подключении через HDMI к телевизору, возможно использовать пульт телевизора для управления данным устройством. То есть, вам каждый раз не нужно включать и выключать. В принципе, вообще пульт от этого устройства не нужен. Вы просто включаете на телевизоре, саундбар включается. Меняете звук на телевизоре, соответственно, звук на саундбаре меняется. И так же выключается. То есть, второй пульт вообще нет необходимости во втором пульте. Так, давайте проверим звук. У меня здесь есть телефончик. Я думаю, всем интересно послушать. Телефончик Xiaomi Mi 10T Pro. Bluetooth здесь 5.1, самый обычный. Поэтому сейчас мы попробуем его приконнектить по Bluetooth. Ну что ж, идем в BT поиск устройств. Ищем. Так, пока ничего нет. Так, что там написано. Ready. То есть, готов. То есть, готов. Ну, сейчас посмотрим. Давайте перезапустим Bluetooth. Я первый раз специально не подключал, отвязал устройство. Поэтому попробуем подключить. Так, вот мы нашли. Нет, это не то. Так, странно. Почему он его не находит? Давайте еще раз перезапустим. Попробуем найти. Так, включено. Так, включено. HDMI. Bluetooth. Так, все. Ошибку получилось устранить. Как же я подключил? Здесь на пульте есть кнопка BT Pairing. То есть, один раз, чтобы законнектиться, нужно зажать здесь на пульте. И потом уже будет видно в телефоне, как Samsung Soundbar T5 Series. Так, подключаемся. Подключаем. И сейчас я вам включу где-то на секунд на 30 пару тестовых песен. Чтобы вы почувствовали какой-то звук. Я не знаю, насколько микрофон сможет передать качество звука. Но так, чтобы понимать примерно хотя бы, как это все звучит, пару тестовых песен. Ну что, поехали. Так, звук делаем такой на десяточку где-то, может 12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну то есть, примерно понятно качество звука. Это всего лишь 10%. Максимум, насколько я помню, здесь 50 или 100. Сейчас посмотрим. Максимум 100. Поэтому только 10% мощности использовалось в данном случае. Соответственно, я думаю, если поставить на максимум, то будет слышно на весь дом, скорее всего. Я обычно использую на 10-15%. Звук очень чистый, с басами. Ну, в основном используется с телевизором. Так же для прослушивания музыки, для просмотра фильмов. DTS Virtual Sound работает просто супер. Поэтому, в целом, после двух, около полутора, вернее, лет использования данного саундбара, я его очень рекомендую к покупке. Если вы покупаете для Bluetooth, вы только что слышали звук, качество вполне неплохое. Для телевизора идентично для просмотра фильмов. Поэтому давайте сейчас даже можем потестировать звук. Я сейчас подключу HDMI кабель. Рекомендуется подключать именно через HDMI к телевизору. Так, все, подключаем кабель. Так, берем пульт. Вот так вот выглядит пульт от Самсунга. Вот стоковый. Смотрите, даже его убираем стоковый, вот на видное место. И я включаю телевизор, стоит справа, включаю телевизор. Так, и сейчас телевизор включается. Сейчас должен загореться саундбар. Вот, как мы видим, правда, режим Bluetooth были переключить. А вот он сам переключился. Это VARC. Так, вот мы уменьшаем пультом звук. Как мы видим, звук меняется. Телевизор LG, напомню. WebOS. Так, все, сделали минимально тихий звук. И тут, конечно, сложно что-то выбрать без авторских прав, чтобы не забанили. Но давайте что-то попробуем. Попробуем выбрать, чтобы проверить звук. TVRC все еще здесь. Так. Сейчас телевизор немножко проснется. И там буквально на 10 секунд. Так, другие. Включим какую-то передачу. Так. Свертать увагу, потребный на размер бульбашок. Маленький, значит шампанское смачное. И грестивина вважается ознакомой роскости. Так, вот так это примерно звучит. Первый попавшийся канал. Ну, давайте, может, еще посмотрим что-то. Какой-то еще канал для примера. Ну, то есть, примерно вот такой звук, я думаю, понятно. Все регулируется здесь, громкость. И вот сейчас мы выключаем телевизор. И саундбар, мы видим, тоже выключается. То есть, очень максимально удобная. За свою цену сейчас, я напомню, данный саундбар стоит около 150-170 долларов. Просто супер. Суммарная мощность 360 Вт. Этого достаточно, чтобы просматривать фильмы, прослушивать музыку на где-то 10-15% громкости. Если вам нужно закрепить какую-то вечеринку, я думаю, можно включать на 30-40%. И это будет вполне достаточно. Звук качественный, как вы слышали. Для фильмов подходит отлично, для игр подходит, для музыки подходит. То есть, в целом, достаточно универсальное устройство. И отличный вариант за свои деньги. Соответственно, даже спустя полтора года использования, я рекомендую его к покупке. Всем спасибо и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok